всем привет вы находитесь на канале метри шеф сегодня затронем такую тему но она больше наверное для обширного количества то скажем трейдеров да собственно для новичков это биржевые стратегии какие существуют подходы к биржевым стратегиям и собственно каждый из вас определить свою стратегию соответствии с которой будет действовать ведь приходя на биржу многие новички просто-напросто выбирают неправильную стратегию и соответствии с этим теряют свои деньги поэтому смотрите это видео до конца и вам все станет понятно в начале видео хочу напомнить что банк тинькофф партнер канала до специально для вас для моих зрителей продлил крутую акцию при которой заказав кредитную карту тинькофф в платину и потратив первый месяц 7000 рублей на ваши привычные покупки в магазинах да скажем на продукты питания и так далее вам обратно на эту же карту вернуться в виде кэшбэка 3000 рублей то есть фактически половина ваших затрат компенсирует этим бонусом к тому же подключиться бесплатное обслуживание навсегда чтобы успеть воспользоваться данным уникальным предложением которое несет временной характер до акция временная проходите по ссылочке внизу под видео и успевайте заказать карту тем самым получить 3000 рублей при тратах в первый месяц 7000 рублей ну а мы с вами продолжим и так биржевые стратегии существует множество подходов к определению стратегии биржевой торговли в основном стратегию определяют зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок ну а именно от частоты совершения им так называемых биржевых сделок и по данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевой стратегии однако в наших целях достаточно разделить все торговые стратегии всего лишь на две группы это первое инвестиции и вторая группа это трейдинг при этом инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных консервативных вложений в ценные бумаги консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом и основными характеристиками консервативного инвестора является первое конечно же это склонность к разумным низко рискованным вложением но и второе это отсутствие свободного времени для обычной активной торговли скажем intraday до ежедневной торговли но здесь опять же важно понимать что инвестиционная стратегия предполагает собой до временной период это срок от одного одного года и более но как мы с вами уже не раз проговаривали до оптимальный как бы срок инвестиционного горизонта составляет три года три года успешное консервативное инвестирование возможно только при условии при условии устойчивого развития рыночного тренда стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность близкую к значениям рынка при этом консервативный инвестор не обращает внимание на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность основная задача консервативного инвестора это сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков подходы к формированию портфеля зависит от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений и второй вид стратегии это активная стратегия ну либо ее еще называют трейдинг она включает себя среднесрочные и краткосрочные операции активный трейдер свою очередь может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день то есть интродей активная стратегия в свою очередь может быть разложена на более мелкие составляющие это среднесрочный трейдинг краткосрочный трейдинг и внутридневные спекуляции спекулятивные действия однако главными объединяющие признаками здесь являются следующие факторы и самое главное вот самый главный определяющий фактор для для активного трейдера это временной фактор то есть у трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной трогорли также активный трейдер позитивно относится к риску если он позволяет значительно приумножить его сбережения также активный трейдер может зарабатывать как на росте так и на падение рынка используя маржинальное аккредитование ну другими словами вставать short trading предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования почему с голубими фишками но потому что они наиболее ликвидные и имеют наиболее высокую волатильность в отличие от второго и третьего эшелона акций и в отличие от инвестора который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями перед трейдером же стоит более сложная задача это принятие самостоятельных торговых решений для этого в его арсенале есть традиционные для трейдера методы анализа информации их разумное сочетание в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли позволяет грамотно оценивать происходящее на рынке события и принимать верные инвестиционные решения один из часто задаваемых вопросах почему инвестор не играет на понижение другими словами не встает short здесь в принципе речь идет об экономической целесообразности давайте в этом разберемся да чтобы играть на понижение чтобы играть на понижение необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием маржинальное кредитование имеет свою стоимость да все мы с вами понимаем которая выражается в процентах и составляет ну просто возьмем да скажем 15 процентов годовых на текущий момент когда мы играем на понижение что есть встаем short мы рассчитываем на снижение рынка но это логично а снижение в отличие от роста ограничено и она ограничена определенными пределами до вырасти грубо говоря рынок может насколько угодно процентов до вверх и даже во сколько угодно раз а вот упасть он может максимум на сто процентов почему да потому что он может упасть только до нуля ниже нуля ниже нуля он упасть уже не может давно это тоже логично но а сейчас мы не будем опять же брать в расчет так скажем экстремальные кризисные ситуации да когда падение действительно может составлять там 80 90 процентов это мы наблюдали и в 2020 году в марте да и в 2022 году феврале до определенных событиях падающий тренд может составить в относительном выражении но при спокойном до падения при спокойном снижении рынка до 30-40 процентов от текущих ценовых уровней на которых скажем закончился рост да а и длится это падение может от 1 от одного года и ну среднем до трех лет до а то и больше и здесь просто прибегнув то скажем простой арифметики можно посчитать да допустим рынок завершил свой долгосрочный тренд на котором вы как инвестор до заработали и началось после этого роста длительного снижения иными словами это долгосрочная нисходящая тенденция и вы стали в short то есть короткую позицию снижение скажем продолжается два года и в общей сложности составляет 35 процентов от текущей цены от текущей цены и вы все это время находитесь в короткой позиции по цене скажем 15 процентов годовых то есть ваш чистый доход за два года составит всего лишь пять процентов более короткие тренды в рамках инвестиционной стратегии вы не отслеживаете почему так произошло до соответственно у вас от года за два года снижение произошло на 35 процентов ваши шарта ваша шарта маржинальная позиция в 15 процентов годовых соответственно за два года у вас возникнет так скажем уже не 15 процентов годовых а 30 процентов годовых задолженность да и соответственно при 35 процентов падения за два года 30 процентов вы с этих 35 процентов убираете на машину маржинальную торговлю то есть вы эти 30 процентов должны брокеру соответственно ваш доход за два года составит всего лишь 5 процентов думаю здесь все предельно понятно но иная ситуация складывается у активного трейдера он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от от 1 дня до 1 месяца течение дня кредитные средства для него бесплатные все мы с вами знаем что кредитное плечо течение дня для трейдера бесплатная за месяц он заплатит за кредит чуть больше одного процента а заработать он может от 5 до 20 процентов зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений с этим мы с вами разобрались далее торговые тактики инвестирование достаточно однозначная торговля торговая стратегия до в которой практически невозможно выделить значи значимые разновидности трейдинг свою очередь содержит множество различных торговых тактик от среднесрочной торговли в которой позиция удерживаться несколько недель до скальпинга где позиция удерживается всего лишь несколько минут рассматривать все разновидности трейдинга наверно не имеет смысла да разберем с вами всего лишь две этапа позиционная торговля и торговля внутри дня границей между этими двумя тактиками является факт переноса вашей позиции открытой до на следующую торговую сессию срок удержания позиции значение не имеет важно одно закрывается она в день открытия или переносится на следующий торговый день вот в этом вся разница свою очередь смотрите позиционный трейдинг несет себе дополнительные риски то есть открытие рынка может произойти в другую сторону в противоположную открытой вами позиции то скажем срабатывание стоп приказов уменьшение прибыли и увеличение убытков почему это происходит это происходит по одной прекрасной всем знакомой причине да наш рынок он взаимосвязан с развитыми рынками в том числе и с европейскими рынками и с рынком американским сша соответственно если вы торгуете на стратегии позиционной и переносите скажем но позиции свои через выходные да то есть такая вероятность что рынок откроется связи с там скажем с изменение вставки фрс до за выходные либо иными то скажем какими-то действиями на рынке нефти да вот сейчас допустим у нас выходные проходят скажем опек до заседания которая кардинально может повлиять на рынок и в понедельник рынок может открыться совсем в другую сторону а вот это главное отличие и главный такой риск именно позиционной стратегии торговли а ну а для торговли внутри дня эти риски отсутствуют позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня а торговая сессия соответственно непрерывно и еще один такой плюс внутри дневной торговли дан это бесплатное маржинальное кредитование то есть внутри дневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств и у него нет необходимости за это платить но иными словами так называемое кредитное плечо с другой же стороны до позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня а график цен построены для внутри дневной торговли значительно больше подвержен влиянию новостных факторов также традиционно считается что внутри дневная торговля интродэй потенциально более прибыльная чем позиционная то есть переносим позиции на следующий торговый день какая же оптимально до стратегии для начинающих трейдеров для новичков в первый год торговли начинающим трейдером лучше всего использовать стратегию ступенчатого поэтапного погружения фондовый рынок то есть не как многие до действует в таком так скажем позитивном для них на их взгляд до моменте то есть сразу же вносят все свои денежные средства в рынок да не разбираясь технически в рынке поэтапный вход оптимальное случае если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями впечатлениями то скажем и за игрой на самом деле как многие это делают да и потом теряет свои деньги а с целью заработать деньги еще раз повторюсь биржа не дает по скажем не раздает всем деньги здесь нужно именно такой технический подход к этому моменту и основную часть капитала до лучше использовать конечно же в позиционной торговли но периодически при наличии времени то скажем и желания следует совершать и краткосрочные операции чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать самому и обязательно первым делом разработать грамотную систему управления рисками исследовать четко ее правилам то есть вы должны разработать свой риск менеджер менеджмент которому в любой ситуации должны четко придерживаться ведь основная цель это сохранить капитал до того времени пока вы научитесь самостоятельно понимать рынок ну скажем с полуслова и торговать эффективно то есть в плюс именно это помогает сделать хорошая система управлениями рисками для каждого она индивидуальная хочу здесь отметить и только после того как мы определись со стратегией и тактикой стоит перейти к методам принятию торговых решений которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию подытожив мой совет начинающимся начинающим трейдером до начинающим торговлю на фондовой бирже первое не лезть всем своим капиталом в рынок это главное правило второй момент изучите технический анализ хотя бы его основы без этого вы просто не будете понимать рынок не будете понимать как ходит цена по твоему или другому инструменту третий момент выберите одну для себя бумагу и долгое время за ней понаблюдайте понаблюдайте от чего зависит цена на что реагирует цена на какой новостной фонд какой цена и только после этого когда вы примерно понимаете структуру движения этой бумаги можно пробовать совершать позиционные сделки да не нужно торговать intraday потому что цена во временном лаги именно в intraday ходит ходит достаточно волатильно в ту или иную сторону вы просто-напросто эмоционально не сможете поймать если вы торгуете в лонг минимум цены до внутри дня ну а также если в шорт то максимум цены от которого от которого же вы можете шортить поэтому после того как вы разберетесь как ходит цена поймете специфику технического анализа основы технического анализа вы можете начинать совершать позиционные сделки то есть переносом на следующий торговый день и принимать скажем временной период ну скажем не неделю до так как у нас есть таймфреймы и дневные есть недельные есть месячные соответственно диапазон цены в каждом таймфрейме ходит по-своему это третий момент но и четвертый самый важный наверное данная момент разработайте свою стратегию риск менеджмента и четко ее придерживайтесь что такое риск менеджмент это так скажем ваша разработанная методика после вашего личного наблюдения да за бумагами после получения определенного вашего опыта скажем при которой вы при заходе в сделку ставите свой стой стоп стоп лозда называемый так который в случае ухода цены не в вашу сторону закроет вашу сделку с минимальным убытком то есть это тот риск при правильном входе до сделку который вы берете на себя за свою сделку в случае неправоты цены которая пошла против вас все это нарабатывается только благодаря вашему личному опыту и еще раз повторюсь я говорю об этом каждое видео никогда не торгуйте по чужим сигналом во первых другой человек работает по своей собственной торговой системе у него свои то скажем объемы торговли у меня своя стратегия у него свой риск менеджмент если вы торгуете по чужим сигналом вы обязательно сольете свой депозит потому что во первых ваш депозит отличен от депозита другого человека у вас свое понимание в отличие от другого человека у вас свой риск менеджмент соблюдая все эти факторы вы как минимум минимизируете свои убытки и потери от торговли на фондовом бирже ребят вот такой вот краткое видео дальнейшем возможно буду снимать подобное видео еще вот поэтому подписывайтесь на этот youtube канал подписывайтесь на яндекс н ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу но а с вами был дмитрий шеф всем хороших одных пока пока